Расселенный аул Коянды Русско-Полянского муниципального района Омской области Приятного вам просмотра! Прослушайте продолжение произведения Мухтара Ауэзова Путь Абая К концу вечера В юрту неожиданно зашли Двое подростков Из аула Таргая Бедно одетый и похожий на подпасков Они объяснили свое появление Тем, что разыскивают Пропавшего ягненка Но Байбише показалось Что их занимает не ягненок А гость, сидящий в юрте Они следили за хозяйками И прислушивались К каждому слову Заметив это Байбише постаралась Поскорее угостить их И выпроводить Во избежание пересудов Мать отослала Балбалу Ночевать в юрту невестки А базаралы Устроила у себя Большой юрт Мальчишки Шныряя по Атарии Для отвода глаз Расспрашивая чабанов Не пристал ли ягненок К стаду На дневном выгоне Вертелись Возле аула До полуночи Они ушли Только тогда Когда Балбала Простившись с гостем Закрыла тундук Большой юрте И прошла Атау К невестке Не подозревая Что за ней Следят Базаралы Не мог заснуть После полуночи Он вышел из юрты Было светло Луна еще не зашла Кругом стояла Полная тишина Ни лая собак Ни окриков Ночного сторожа Белая молодая юрта Виднелась неподалеку Тундук ее был закрыт Видимо все спали Базаралы Подошел к ней Вдруг Из тени соседней юрты Вынырнула темная фигура Человек Огромного роста Схватил Базаралы За плечо Резко дернул И прошипел Куда Проваливай отсюда Базаралы С первого взгляда Узнал Жигита Но постарался Скрыть свою тревогу А это ты Манас Спокойно спросил Он Манас Или Талас Не все ли равно А ну ступай за мной Оборвал его Манас Он говорил Тихо Но весь Кипел От злобы Да ну тебя к Богу Иди своей дорогой Попробовал Вырваться Базаралы Но Манас Не отставал Коль ты Жигит Береги честь девушки Хочешь Чтоб Балбала Опозорилась На всю жаляу Иди за мной А не то тут же Драку устрою Базаралы Покачал головой И стал Пятиться назад Но едва Они ступили В тень юрты Как из-за Куста Тальника Выскочили Еще трое Жигитов Среди них Был младший Брат жениха Балбалы Такой же Огромный Сильный И ловкий Не уступающий Ни Манасу Ни Без 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 Байю В борьбе На Саилах Все четверо Окружили Базаралы И подталкивая его Потащили в сторону Один из них Подвел серого коня Базаралы Который был оставлен Под седлом На выстойку Жигит Усадили пленника На коня Вскочили в седла И направились С ним Каулом Торгайцем Как только Они отъехали от юрт Базаралы Стал уговаривать Отпустить его Поберегите Вы честь Вашей невесты Не поднимайте Шума Завтра же Разлетится Сплетня о ней Его и слушать Не хотели Едва Не выехали В степь Манас За спиной Базаралы Подал знак И жигиты Набросились На него Осыпая Ударами плетей Коня Его удерживал Один из жигитов Схватив поводья И накрутив Их себе На руку Базаралы Базаралы Был сильно избит В довершении Мести Жигиты Сняли с него Чапан И увели Коня Рано утром Майбасар Вызвал Абая В юрту Айгиз Когда он Пришел туда Там уже сидели Базаралы Ербол Айгиз И нурганым Еще у входа Абай узнал От Аспана Об избиении Базаралы Эта новость Поразила его На правой щеке Базаралы Багровил Кровоподтек От удара Плетью Абаю Тяжело было Видеть Красивого И самолюбивого Друга В таком Жалком Унижении И он Горячо Посочувствовал Ему Но Майбасар Был настроен Совсем иначе Он был оживлен И в голосе его Прорывалось Нескрываемое Торжество Он со злорастом Расспрашивал Базаралы О подробностях Избиения И даже Не постеснялся Допытываться А как били Чем Долго ли Бледное лицо Базаралы Передергивалось От досады Он коротко Отвечал Майбасару Отлично понимая Что тот Изображая Сочувствие Старается Опозорить его Перед всеми Особенно Перед Нурганым Покосившись На жигита Пришуренным глазом И пренебрежительно Усмехнувшись Майбасар Продолжал С явным злорастом И по лицу Тебя плеткой Съездили Базын Сбесился Этот торгай Что ли Ну и наглый Воробей На такую голову Сел Базаралы Подавленный И сдержанный Вдруг вспыхнул Сверхнул глазами А для тебя Новость Что торгая Из воробья Соколом Стал Не ты Ли сам Помог ему Обнаглеть Ты же Первый Посадил Его На свой Заб Ну конечно Сокол Сперва Тебе Зад Исклевал А потом И на мне Голову Взлетел Отомстив Обидчику Базаралы Зло Расхохотался Остальные Подхватили Его смех Все помнили Как несколько лет Назад Майбасар Был позорно Выпорот Теми же Бескаска Манасом И его братьями Майбасар Только буркнул Себо Нос Совсем Смутившись Ах проклятый Чтоб твоему языку Угли горячей Лизать Абай Довольный Находчивостью Друга Подержал Базаралы Молодец Базикея Сквозь смех Воскликнул он Тебя С твоим Острым языком Не только Плеткой И пулей Не срази Весь Аул Старался Скрыть Это происшествие От гостей Прежде всего От Биржана Поэтому Абай Тут же дал Базаралы Коня с седлом И отправил его домой В тот же день После обеда Биржан Покинул Большой Аул Когда он собрался Его позвала К себе Улжан Она из своих рук Угостила его Дала ему материнское Благословение Пожелала Счастливого пути И попросила Принять дар От Аула Тагис Девять ценных Подарков Которые Тут же были Принесены Айгис И Нурганым От себя Она подарила Биржану Тайтуяк Слиток серебра Величиной С копыта Жеребца Товарищи Биржана Получили Шелку И бархату На одежду В моем Биржану Биржану Обеими руками И они Биржану И они присоединились К Биржану Захватив С собой Иербола Продолжение Продолжение следует Благодарю всех тех Кто досмотрел Этот видеообзор До конца Подписываемся На главный Патриотический Канал Страны Очерки Неугомонного Павла Призываем Подписаться Родных И близких До новых встреч Дорогие друзья Будьте Здоровы